В ремонт принесли зарядное устройство Метабо и аккумулятор. Вот какая модель здесь. LC40. Здесь был поврежден кабель, перемотали изолентой. Возможно здесь какая-то проблема. Ладно, включаю в резетку. Ну и что? И ничего. Так, еще раз. Ладно. Нужно будет сейчас проверить, что на выходе зарядного устройства. Возьму тестер. Как это расплошить, чтобы было видно, что на тестере. Ну вот, сейчас зарядное устройство дает 2,9, 3 вольта. Напряжение начинает расти. И поменяю полярность. 4,3 вольта. Маловато будет. Что-то, какие-то проблемы все же есть. Да ладно, отключаю. Хлопцы говорили, что зарядно пошел дым. И после этого он перестал работать. На аккумуляторе 10 вольт. Я надеюсь, что аккумулятор живой. Немножко разряженный. Но это будем разбираться потом. Откручиваю винты. Еще один остался. Так, сюда в ячейку, чтобы не потерять. Ну и снимаю нижнюю часть корпуса. Какие здесь сюрпризы? Ну, грязно. Пельс, стройка. Это понятно. Это что такое? Вот какой-то или лак, или горел. Не знаю. И на контроллере тоже. Ладно. Поднимаю плату. Еще какие сюрпризы? Вот и есть сюрпризы. Ну вот. Входная часть выгорела. Это быстрее всего варистер горел. Значит и предохранитель. Конденсатор беременный. Под замену. Ну вот такие. Пока визуально вижу неисправности. Провод тоже нужно будет размотать. Посмотреть, что это с этим проводом. Плату все в пилюке. Помою. С этим проблем не будет. Ну и корпус почищу. Ладно. Приступаю к работе. Поснимал я нерабочие радиоэлементы сгоревшие. Варистер рассыпался полностью. Даже не знаю, где он там валяется. Вот предохранитель. Трехамперный. Конденсатор. Конденсатор еще уходной. Он подгорел. Горел варистер и подгорел корпус конденсатора. Выпаял я еще шим-контроллер по питанию. Он быстрее всего, что рабочий. Но я хочу поменять термопасту. Она совсем здесь сухая. Поменяю. Поставлю. И еще будет работать. Так, вроде снизу ничего. Нужно еще будет проверить вот эти электролиты. Это обязательно. Ну и по несколькой стороне тоже электролиты нужно будет проверить. Каком они там состоянии. Ну вот такая предстоит сейчас работа. Заменил все неисправленные детали. Установил аккумулятор. И плату подключу через лампочку. Включаю розетку. Так, и что? И красный светодиод. Неисправность аккумулятора. Ну, в принципе, я этого и ожидал. Ну что же. Попрошу, что пускай принесут другой аккумулятор. Чтобы узнать, что зарядное устройство уже работает. Пока выключу сети. А вот этот аккумулятор. Не знаю. Возможно, попробую отремонтировать. Если захочет, конечно, владелец. Как оказалось, проблема не в аккумуляторе. Сейчас я покажу, в чем была эта проблема. Был этот контакт плохо пропаян. Но это еще полбеды. Вот конфигурация вот этого контакта. И этого. Он выгнутый. И был плохой контакт с аккумулятором. Вот и сейчас. Вот с этим контактом. Они должны быть здесь плотно стоять. Вот и сейчас вставляю. Подогнул немножко. И все. И вот тут уже контакт есть. Нужно будет еще, конечно, выровнять. Как оно должно быть. Вот и все. Вся неисправность. Так, вставляю. И вставляю аккумулятор. Подключаю розетку. Все. Зарядка идет. Все нормально. Вот такая мелочная была неисправность. Сделаю схему. Взял печатную плату. И вот по печатной плате. Установлен на ней ради элементов. Сделал схем. Схема небольшая. Но... Достаточно интересная. В принципе, это классическое построение подобных устройств. Я могу подробно рассказать, как работает эта схема. Отдельные узлы. Но я как заметил уже по своих видео. Вот такие разборки со схемой. Самые неинтересные оказывается. Так что, я думаю, на дальнейшие схемы вообще не выкладывать. А сделать, например, в телеграм-канале где-то закрытый канал или еще что-то. С ребятами, которые точно интересуются с ребятами, которые точно интересуются схемотехникой, разбирать все эти нюансы. Потому что, кто забежал здесь посмотреть на 5 минут, как идет дым с паяльника, эти схемы совсем неинтересные. А удлинять видео тоже нет резона. Но все же, разберемся по схеме основные блоки. Блок питания. Здесь применяется импульсный блок питания, как в большинстве подобных устройств. Вход 220 вольт. С блока питания снимается два напряжения 14 и 18 вольт. 14 вольт через ключ Q11 подается на плюс аккумулятора. Стабилизатор напряжения 5 вольт выполнен на транзисторе Q3 и управляющем стабилитроне U4 TL431. Контроль и индикация за зарядом аккумулятора выполнена на микроконтроллере U2. Это самсунговский 8-битный микроконтроллер. Индикаторы зарядного устройства LED1 и LED2. Усилители ошибки по напряжению, а также включения блока питания, выполнены на транзисторах Q9, Q1, а также операционном усилителе U3. Контроль над каждой банкой аккумулятора выполнен на транзисторах Q2, Q4, Q5 и Q6. Вот так кратко по схеме. Дополнительную информацию я выложу в телеграм-канале, а также схему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Но индекс Если присмотреться Вот эти 0.075 А тут 0.30 Код вот этих зарядных устройств Фирма одна Модель тоже одна А вот внутри совсем разные платы Вот такая штука С этими Metabo Эта плата полностью рабочая Не буду я делать на нее обзор Если будет неисправно Тогда буду с ней разбираться Так что схема подходит только Вот к этой плате А та плата, к сожалению Для меня пока неизвестна Будет необходимость Я сделаю и на эту плату схему А так все одинаковое Возможно у кого-то есть схемы На эти зарядные устройства Если есть возможность Поделитесь Было бы интересно сравнить Схемотехнику Вот этой платы с этой Схемотехнику Схемотехнику Схемотехнику